МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с наступлением неустойчивой холодной погоды, которая будет сопровождаться длительными осадками, в ГАИ предупреждают об опасных дорожных условиях. В эти дни на территории Гомельской области оказывают влияние неустойчивые снежные воздушные массы, которые принесли в регион мокрый снег и дожди. Ночью температура понижается до отрицательных показателей. На дорогах возможен гололед, утром туман. ГАИ призывает автолюбителей проявлять повышенную осторожность и внимание. Особое внимание обращать при движении по опасным участкам это мосты, путепроводы, эстакады, а также закругление дорог, которые наиболее подвержены образованию гололедицы. Кроме этого, необходимо заранее предусмотреть переобувку шин с летних на зимние. К слову, неготовность к смене условий погоды стала причиной роста количества аварий, которые произошли на прошлой неделе, когда на Гомельщине выпал первый снег. За сутки было зарегистрировано свыше 80 ДТП. Два человека погибли. Инспекторы напоминают, что условия погоды влияют и на внимание водителей. Пример. Недавнее ДТП на пересечении Рогачевской и Советской улиц в Гомеле. Водитель автомобиля «Сиад» проехал на красный свет и столкнулся с «Субару». От столкновения автомобиль «Сиад» отбросила на тротуар, где он совершил наезд на двух пешеходах. В результате наезда супружеская пара с травмами была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи женщина была опущена домой, а мужчина был госпитализирован. В погоне со стрельбой достойная голливудского детектива. В Ветковском районе несколько экипажей ГАИ намотали не один десяток километров при попытке догнать нарушителя. Остановился автомобиль только после того, как сотрудники ДПС прострелили в иномарке два колеса. Далее водитель попробовал сбежать, однако был задержан инспекторами ГАИ. Оказалось, что «Мерседесом» управлял очевидно нетрезвый 40-летний водитель. Правда, от прохождения медицинского осмотра он отказался. Мужчина уже 19 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и даже лишался прав за езду в нетрезвом виде. За два дня до погони он был в очередной раз задержан сотрудниками госавтоинспекции. Автомобиль тогда отправили на штрафстоянку. Однако мужчина похитил своего железного друга. В этот раз на нарушителя сотрудники ГАИ составили шесть административных протоколов. Гомельским городским отделом Следственного комитета завершено уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины на улице Книжной, о котором мы сообщали в июне этого года. Дело направлено для ознакомления в прокуратуру и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. 10 июля на дворовой территории по улице Книжная был обнаружен мертвый мужчина, житель одного из близлежащих общежитий. На теле погибшего были ножевые ранения в области грудной клетки. Вскоре был задержан подозреваемый. В один из дней в ходе совместного распития спиртных напитков потерпевший стал выяснять у обвиняемого, похищал ли он мобильный телефон их общего знакомого. На фоне этого у них возник словесный конфликт, который перерос в обоюдное оскорбление. Обвиняемый, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, взял имеющийся у него нож и нанес несколько ударов в различные части тела. Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. В областном центре сотрудники группы по наркоконтролю и противодействию торговли людьми ОВД Новобелецкого района задержали еще одного предпринимателя в сфере наркобизнеса. 17-летний гомельчанин, состоящий на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, решил немного заработать и в своей квартире хранил марихуану. Согласно заключению эксперта, данное высушенное вещество является опасным наркотическим средством марихуаной. В ходе осмотра жилища оперативниками было обнаружено и изъято более 180 граммов данного вещества. Молодой человек в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь задержан и в настоящее время содержится ВВС. По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без нее. Излишне доверчивые престарелые и одиноко проживающие граждане вновь становятся жертвами нечистых на руку людей. Под видом соцработников злоумышленники проникают в дома этой категории жителей, входят в доверие и уносят сбережения, накопленные за многие годы. Последние случаи зафиксированы в Рогачевском и Жлобинском районах. Этим двум бабушкам в сумме почти 180 лет. Последние 30 лет сестры из деревни Хмеленец Рогачевского района живут вместе, коротая свой век. Несмотря на почтенный возраст, они все еще обрабатывают огород, делают консервацию на зиму. Пенсию расходуют по минимуму, основную часть откладывая на черный день. На прошлой неделе их навестили незваные гости. Я вышла крыльцо изметать, и я не сюда. Мы, пап, вы пенсионеры, да, мы старшие по обеспечению, и дома у вас проверить, как вы живете, и что вам, чем вы нуждаетесь. Так хорошенечко к нам подлезли, и сказали, что это... Давай, Вера, где дров возьмем? И на тетради выняла записывать. Я говорю, нет, не надо, зима. Мы говорим, здоровья нема, я не вот тут грузить, а надо пероносить их. Да и все. Мне говорю, не надо. Не надо, не надо. И дали боли, мы сказали, идите, нам ничего не надо. Мы уже помираться собираемся. Но женщины, выдававшие себя за соцработников, были настойчивы. Пройдя в дом, они выложили на стол две пачки печенья и пакет крупы в качестве подтверждения своих благих намерений. И предложили пройти медосмотр другой сестре. А меня залупили тут горб. Скорую вызваю. Не надо, говорю, мне скоро. Мы уже помираем. Мы уже все, нам не надо, скажу, ничего. И воины все. Ой, и мы вам дарма выпишем. И торг, и дровы вам дарма выпишем. Ворка, у меня все нельзя полететь. А тут еще над подпорах стоит хлев. Тей, еще, еще надо. Еще надо. И, так она, мы все пособим. Пособим. Так сейчас, как сказали, последнее это слово, еще приедем к вам. Еще приедем. Так даже третья на порог. Я-то не бачила уже. Ходи сейчас, коронька. Через порог ноги не переклала. И за их, и побегли, скоронька. И сейчас на Сашу. И сейчас, только я-то подняла. Сейчас, сколько из моей слухали. Глухий черт. И цап у кармана. Гроши нема. Гроши нема. И от милиции. На место происшествия выехала оперативная группа. У бабушек пропали их пенсии. 450 динаминированных рублей. Следователи опросили пострадавших. Выяснили, что подозреваемые были одеты в платки и черные кожаные куртки. Дали ориентировки. Но задержать их по горячим следам не удалось. Оставленные ими продукты питания, а также иные улики, были направлены на экспертизу. Сегодня из деревни Хмельинец Рогачевского района к нам поступили предметы, изъятые с места происшествия, которые, по мнению Следственного комитета, могли побывать в руках преступников. В данный момент экспертами отдела ведется работа по обнаружению биологического материала. При наличии клеток будет выявлен генотип, который мы сравним с имеющейся базой. И таким образом у следствия появится возможность выявить личность людей, которые могли держать в руках изъятые предметы. Буквально на следующий день неустановленное лицо под видом социального работника, занимающегося переписью населения, посетило дом престарелой в деревне Солоное Жлобинского района. При схожих обстоятельствах пропали деньги в сумме 140 рублей. Аналогичные факты хищения имущества граждан под видом социальных работников имели место в Гомельском, Калинковичском, Петриковском, Мозырском, Наравлянском и других районах Гомельской области. В последнее время в нашей практике участились случаи совершения хищения имущества у лиц престарелых, а также лиц одинокопроживающих. Чаще всего к данным лицам приходят женщины под видом социальных работников, которые под предлогом оказания каких-либо услуг, оказания медицинской помощи, либо предоставления каких-то продуктов питания, втираются в доверие и в последующем совершают хищение. Уважаемые престарелые граждане, если к вам дом под видом социального работника пришли неизвестные лица, то вас это должно насторожить. Сообщите об этом своему социальному работнику, либо не пускайте данных лиц к себе в дом. В Мозыре участкового укусила женщина. Это уже 240-й случай оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов в этом регионе. Чаще всего с этим сталкиваются сотрудники ГАИ и патрульно-постовой службы. Милиционер приехал на рядовой семейный скандал. В разборках молодых супругов активное участие принимала тёща. Именно она и оказала такое необычное сопротивление сотруднику правоохранительных органов. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет тюрьмы. Милиционеры отмечают, количество подобных случаев увеличивается. В этом году уже более 240. Каждый факт фиксируется в специальном журнале. Рапорты сотрудников – подробное описание каждой ситуации, когда пришлось применять физическую силу, спецсредства или оружие. Как правило, с хамством или же угрозой расправы сталкиваются патрульные и сотрудники госавтоинспекции. В 90% случаев те, кто решился перечить милиционерам, находились в состоянии алкогольного опьянения. За такого ряда нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В милиции напоминают, сотрудник – это официальный представитель власти. Оказание сопротивления сотруднику правоохранительных органов относится к преступлениям против порядка управления. В любом случае, лучше подчиниться требованиям. Сотрудники прокуратуры города Гомеля проверили работу контактного зоопарка. Напомним, в сети было широко распространено сообщение о покусанной лисой девочке. Подробнее об итогах проверки в нашем материале. Проверкой установлено, что со стороны владельца принимаются определенные меры по соблюдению требований безопасности. На животных имеются ветеринарные свидетельства и паспорта. Есть информация о вакцинациях и осмотрах. В то же время выявлено и несколько нарушений. В основном они касались неполного соответствия предоставленных площадей такому виду услуг. Также выявлен ряд нарушений технических нормативных правовых актов. Проверка была закончена буквально в минувшую пятницу. Поэтому у субъекта, проверяемого субъекта, есть месяц на устранение выявленных нарушений. По закону прокуратуре представление рассматривается незамедлительно. Однако для того, чтобы устранить выявленные нарушения, субъекту представляется месяц. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования нам сообщается. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова